Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Жизнь на юге Англии. Меня зовут Галина. Сегодня у нас пятница, 28 октября 2022 года. Температура на острове Уайт плюс 19. Шикарная погода. Давайте мы с вами сегодня в очередной раз погуляем. Ну, несмотря на то, что тепло на улице, но я решила себе купить курточку новую, обновить свой гардероб. И я вот пришла в свой любимый магазин опять. Сегодня, знаете, я хочу вам показать, как я курточки выбирала. Ну и, конечно же, хочу показать вот эти все красивейшие сувениры. Это мой любимый магазин Бизи Би. И тут постоянно у них меняется ассортимент. Конечно, кто-то скажет, что, ой, да все эти безделушки, только пыль собирать. Ну, во-первых, я отвечу на это, что пыли в Англии практически не бывает. Ну, во-первых, потому что здесь влажность, дожди почти каждый день через день. А во-вторых, потому что здесь, конечно же, чисто. Везде травка и зеленые газоны. Вы знаете, я вообще люблю белую обувь. И у меня обычно преобладает белая обувь. И у меня вот были, я помню, кроссовки белые. Я их носила здесь в Англии, ну, наверное, года два. Прям с удовольствием. И они такие беленькие, чистенькие они и были. И потом я поехала в Россию. Я, конечно же, взяла с собой эти белые свои кроссовки. Я приехала туда в сентябре. И что вы думаете, бедные мои кроссовки, они буквально после двухдневных прогулок, ой, по моему любимому городу, они стали просто черными. И отмыть я их вообще уже не смогла. Пришлось мне их выкинуть. Много раз такое замечала. А здесь носишь, 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 носишь. И всегда все равно обувь беленькая. Ну, вот как-то так. И, наверное, поэтому англичане-то, в общем-то, и в квартирах ходят в обуви. И на кровать порой взбираются в обуви уличной. Вот это для меня, конечно, неприемлемо. Я обувь все равно снимаю. Потому что, как бы чисто не было, но вы понимаете, что, ну, должна быть какая-то соблюдена гигиена. Для меня неприемлемо такое. Вообще, мы с вами поговорим еще о привычках англичан опять. Я вам еще много чего расскажу. А сейчас, вы знаете, я что хочу, друзья? Я хочу вам пояснить. Некоторые у меня спрашивают, а что это такое у вас появились? Такие коротенькие видео, мы ничего не поймем. И что это такое происходит? Так вот, я хочу сказать. Это YouTube ввел такое новшество. Это называется Shorts Video. Shorts по-английски короткий. Так вот, такие коротенькие видео. Они буквально по 16, по 17 секунд. Они получаются, знаете, как привлекать людей на свой канал, привлекать новых зрителей, увеличивать количество просмотров. От этих маленьких видео, конечно, никакой монетизации нет. Но, тем не менее, вот вы знаете, они работают. По крайней мере, я стала этим пользоваться совсем недавно. Наверное, кто-то заметил. И они сразу подняли у меня количество просмотров очень сильно. Вот, друзья. Поэтому не пугайтесь. Мои обычные видео, они так и идут, как обычно, по 18-20 минут. А шорт видео идет просто для рекламы. Кстати, везде эти куртки появились. Вот смотрите, цены, да? 40 фунтов и 50 евро. Мне кто-то, я помню, возмутился, когда я сказала, что фунты и евро разная цена. Сказали, что да все сейчас одинаково. Да вот и нет. Вот смотрите опять. 35 и 45 фунта и евро. А смотреть-то, в общем-то, и не на что. Это, знаете, сейчас появились уже у нас осенняя коллекция товаров. И вот в октябре месяце, наконец-таки, я увидела куртки в большом количестве во всех магазинах. Сейчас буду мерить и вам покажу. КОНЕЦ А вы знаете, я вот сколько здесь живу, в Англии, я кроме курток ничего не ношу. И еще что хочу сказать, что здесь-то, в общем-то, в основном ходят в куртках. Вот еще один магазин. В принципе, такая же история. Вот шубки искусственные. И опять цена. Евро и фунты. Слушайте, а это куртка. Ну вообще, знаете, вот цена у нее, да, 40 фунтов. А вид у нее, такое впечатление, что это была собачья подстилка, вы знаете. Очень долго на ней спали собаки. И вот они ее так всю, знаете, вытерли. И потом из нее сшили куртку. Что цвет, что фактура. Просто балдеж. Вот еще курточки. Смотрите. Так, сколько. Цена такая же. Но здесь, может быть, хоть они немножко получше. Они так, в общем-то, под цигеечку. Безрукавочки. Очень популярные в Англии. Но это почему-то странно. Безрукавочка и пальто. Обычно куртка безрукавка. Ну ладно. Сейчас я с вами вот зайду еще в один магазин. называется Next. Вот опять, посмотрите, что-то здесь у нас сейчас меховые куртки. Очень модно. 75 фунтов. Ну да, магазин Next, он такой из дорогих, в общем-то, считается. Я здесь редко что-то себе покупаю. Потому что на свой размер чего-то хорошего я найти не могу. У меня, вы знаете, размер большой. Ну и потом, в принципе, как я всегда говорила, цены выше здесь, а все тот же самый Китай. И здесь, конечно, у них и людей-то не особо. Почти всегда здесь пусто. Ну и посмотрите, те же самые куртки. И давайте посмотрим цену. Да, видите, куртки абсолютно такие же. А цена выше на 20 фунтов. Я здесь, знаете, что, друзья, кто вот живет, может быть, в Англии, я могу сказать, что здесь я покупаю у них туалетную воду. Вот, знаете, цены здесь туалетной воды неплохие. Здесь за 15 фунтов вот 50 миллилитров флакончик можно приобрести. Но только надо, конечно, все это пробовать. Нравится вам или нет, здесь тестеры всегда у них есть. И выбор очень большой. Может быть, если кто-то желает, то зайдите в свой Next и посмотрите. Я почему говорю, что здесь в Next можно выбрать более-менее приличный парфюм, недорогой, потому что я сама вот не знала. В Next практически никогда не заходила. Если заходишь в Lancome или в какие-то специализированные магазины парфюма, то там все дороже, конечно же. В том же бутсе у нас. А здесь вот, видите, вот и цены вот такие. Понимаете, что можно выбрать вполне по неплохой цене. сегодня у нас чудесный солнечный день и людей много. Посмотрите, в Макдональдсе какая очередь стоит. Да? Ничего так. Мы с вами в Макдональдсе в этом были уже. Если кто желает, видео вверху вам всплывет. А я сегодня хочу зайти Марк и Спенсер там погулять. Ну и еще по центру, конечно. Хочу немножко погулять с вами и опять же поговорить об наших замечательных англичанах. англичане всю зиму практически вот ходят либо вообще раздетые с коротким рукавом у них футболки, либо вот какую-то такую курточку надевают или теплый свитерок. Вот видите, женщина идет без рукавочка. Вот эта история без рукавки английские женщины просто обожают. И я тоже, вы знаете, переняла и мне нравится, потому что иногда вроде куртку надевать кажется еще рано, а так вроде спина, может быть ветерочек и хочется что-то надеть. Вот без рукавка как раз помогает. Видите, вот мужчина вообще в шортах. Англичане удивляют меня тем, что они одеваются не по сезону, а одеваются всегда по своему восприятию, по своему самочувствию. И можно встретить, вот еще посмотрите, мужчина впереди стоит с голыми ногами шорты и тут же можно встретить женщин в сапогах, в куртках, некоторые даже какие-то шапки вязанные надевают, шляпы. Вот посмотрите, парень идет с короткими рукавами, футболочка, вот еще молодежь с короткими рукавами, вот не очень молодежь. Это просто трикотажные футболки, как вы заметили. Ну и в то же время вот пожалуйста люди в теплых куртках. Еще раз обращаю ваше внимание на это, потому что меня это всегда удивляло. И вот там опять стоят у нас молодые люди в футболках с коротким рукавом. Сколько буду гулять, столько буду видеть разных совершенно. О, боже мой, даже еще вот так в масках грязных страшных. Но это какой-то по-моему такой социально плохо обеспеченный мужичок. Если сказать культурно о том. Вот. Значит, что еще пока я иду к своему магазину я могу вам сказать. Значит, вы знаете, что Элис раз премьер-министр Великобритании, которая всего лишь месяц назад была избрана на свой пост, уже ушла в отставку. Сейчас это все обсуждается. Сейчас об этом, конечно, все говорят. И все по-разному говорят. Почему она ушла, что случилось. Вы знаете, я вообще-то сказать по правде не интересуюсь серьезно английской политикой. Я иногда смотрю новости на BBC каналах, но газет не читаю. И, как говорится, рука у меня здесь не на пульсе. Я даже больше знаю, наверное, что происходит там в моей стране, в России. Так вот, если вкратце, как я тут узнала у своих знакомых, у своих друзей, как они говорят, что Ли Страст, она одним своим неверным решением, она обрушила просто всю этот самый весь рынок недвижимости в Великобритании. Она повысила моргидж. Моргидж это по-английски ипотека, боже, еле вспомнила слово. Вот, ипотека на жилье называется в Англии моргидж. И вот, раньше у них моргидж вообще был 0%, потом можно было дойти 2-3%, до 4-х максимум процентов можно было взять себе ипотеку, чтобы купить жилье. Ну, и не только жилье, и автомобили также. Этим, в общем-то, пользовались люди практически все поголовно, кто работал. Это здесь популярно в европейских странах. Они живут в долг, как вы знаете, набирают кредитов, и потом всю жизнь их выплачивают. выплачивают постепенно, а процент небольшой, и это всех устраивало. Так вот, Листрас, она повысила процент по моргиджу, чем самым обрушила рынок, потому что совершенно сразу все отказались. Были покупатели в шоке, и никто не согласился уже брать ипотеку под огромные проценты. Это для них непривычно, и получился обвал рынка. Ну вот, как мне объяснили так, не знаю, правда это или нет. Скоро у нас такой яркий праздник, Хэллоуин, праздник осени. Посмотрите, как классно здесь. Решили декорировать вот эту аллейку. Ну, не знаю, как сказать классно, не классно, но готовятся к Хэллоуину. Сейчас у нас не везде уже готовятся. Как-то люди уже эту стали забывать историю. Ну, вот видите, там они даже закупили очень много тыкв, будут их вырезать красиво и со свечкой вечером везде ставить, как фонарики. Ну, классно же, да? Хочу показать вам поближе. Мне нравится вот такая вот история, потому что хочется, вы знаете, хоть какого-то, но праздника уже в этой жизни. Поэтому даже такие вроде бы, казалось бы, страшные скелеты, а мне нравится. И видите, здесь у нас открыто очередь такая стоит в кассу за билетами. Впервые за три года опять открыли этот музей называется Чайн. Это обрыв здесь такой, там водопадики небольшие. Ну, я там была много раз, особенно ничего такого интересного-то и нету. Информация для того, кто интересуется. Шанклин Чайн. Сейчас вот я подойду и узнаю, сколько стоит билет. Мне даже интересно, сейчас все у нас подорожало с некоторых пор. Вот я нашла информацию, видите, для взрослых 8,50, для детей 6,95, инфанс, маленькие детки свободно, ну, еще бы. Вот такие цены. Живописная тут колдунья такая. Посмотрите. Редактор субтитров Корректор А.Егорова